Привет, друзья! Сегодня у нас на канале особенный выпуск. Вы в комментариях просили, чтобы я искупал клеща Демодекса в стиральном порошке. По вашим просьбам я это сделаю. Но прежде чем начнем, хочу напомнить, что я никакого отношения к медицине не имею. Этот ролик делается исключительно для развлекательных целей и из-за любопытства. И не призывает вас повторять эти эксперименты на своей коже. Если у вас есть проблемы с кожей, то обязательно обратитесь к врачу. Погнали! Итак, у нас есть наш герой дня – клещ Демодекс. Он готов к своему необычному купанию. Для этого нам понадобится немного стирального порошка и воды. Давайте немного поговорим о стиральном порошке. Стиральный порошок содержит различные активные вещества. Такие как поверхностно-активные вещества, энзимы и отбеливатели. Эти компоненты помогают удалять грязь и пятна с одежды, делая ее чистой и свежей. Поверхностно-активные вещества снижают поверхностное натяжение воды, что позволяет воде лучше проникать в ткань и удалять загрязнение. Энзимы разрушают белковые и жировые пятна, а отбеливатели помогают осветлить ткань и удалить стойкие пятна. А вы знали, что порошок и стандартная программа машинной стирки не могут убить бактерии и вирусы, которые скапливаются на нашей одежде? Чтобы избавиться от них, одежду нужно стирать при температуре не ниже 70 градусов. Теперь, когда наш раствор готов, пора погрузить нашего маленького друга в эту пенную ванну. Посмотрите, как он плавает. Конечно, это всего лишь шутка. И мы напоминаем вам снова, не повторяйте этого дома. Стиральный порошок предназначен для стирки одежды, а не для купания клещей. Кстати, знаете ли вы, что стиральный порошок также может содержать ароматизаторы, которые придают одежде приятный запах. Это делает процесс стирки не только эффективным, но и приятным. Вернемся к нашему клещу. Что-то похожее на виноград приклеилось к нему. Возможно, он решил устроить себе фруктовый день. На его жопке тоже что-то приклеилось. Видимо, он неравнодушен к аксессуарам. А еще, кажется, он нашел себе новых друзей среди этих пузырьков. В этом растворе клещ пробовал минут 10, и я решил еще добавить каплю раствора порошка. Вау, он выглядит еще более впечатляюще. Пузырьки вокруг него словно маленькие друзья, которые решили составить ему компанию. Наш клещ явно наслаждался своим временем в растворе стирального порошка. И вот через 15 минут я добавил еще раствора. Посмотрите, как наш клещ теперь выглядит. Видимо, стиральный порошок никак на него не влияет. Ничего не изменилось. Ни поведение, ни форма тела, абсолютно ничего. В общем, клеща купал примерно часа 3 в этом растворе, и ничего с ним не случилось. Мне кажется, что я его просто искупал, как домашнюю зверюшку. Но зато теперь он чистый. Давайте добавим каплю салициловой кислоты. Салициловая кислота, как ни странно, убила клеща за 20 минут. У меня обычно клещ погибает от 1 минуты до 5, а тут заняло целых 20 минут. Зато как красиво получилось салициловая кислота и стиральный порошок. Все-таки очень красиво выглядит микромир под микроскопом. Надеюсь, вам понравилось это забавное видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Для новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok